здравствуйте друзья у нас сегодня новый гость в рубрике интервью с блогером но представляйтесь но гость ну всем привет меня зовут семён фамилия экзотическая мере мере двойная через дефис вот я нашел михаила через youtube сам я живу в нью-йорке потому что у меня как-то по часам которые там показывает skype у меня было ощущение что вы где-то за пределами соединенных штатов находитесь у меня сейчас 746 вечера я запутался у вас сколько у меня 446 у нас значит три часа разницы как как и положено между калифорнием не и нью-йорк хорошо ставить если я вас обманывая из россии такой далось нашел так хорошо давайте мы может быть к истории вопроса вы откуда попали в америку так но я вообще из сибири из новосибирска я три года вот там жил а так ну кемеровского область это междуреченск маленький город а мире это откуда это фамильная тайна вообще это такая семейная семейная тайна мы потеряли деда на второй мировой войне это от него фамилия по отцовской линии отец рассказывал когда он был маленький он спрашивал маму что случилось как вот такая фамилия но нас не отвечала и плакала это было из дагестана отец и и я был суровый но вообще по фамильной легенде он был на войне уже потом вернулся в отпуск там получилось что-то с бабушкой и он вернулся назад на войну на фронт и пропал вот и получился мой папа и дагестане никто ничего не знает мы посылали какие-то запросы мы конечно никто не ответил и всю жизнь меня спрашивают откуда такая фамилия француз грек там миллион разных версий но никто не верит до что русский вот я еще и внешне старая играет ну да мне кажется что с вашей внешностью во многих странах сошли бы за своего то есть вы вполне могли бы в иране там за своего сайте там на кавказе в разных местах там я думаю что и в израиле к вам бы никто не вне цеплялся там по внешности и так далее ну хорошо значит и так среди чужих до жили вы в сибири в америку как попали вообще романтической истории если серьезно была девочка у меня мы встречаться начали только год я на уехала на work and travel такая программа но наверно все знают на лето любовь была очень сильная страдали мы вот по телефону по скайпу там это еще было до скайпа по моему звонки эти все 50 рублей минута там в общем было такое сложное лето было но она вернулась мы погуляли вместе а потом она уехала насовсем я был разбитых чувствах решил вот тоже поехать год занимался визами этими всем было у меня два варианта один через олимпиада была такая маски часть его назвали лимпиаду можно было поехать учиться в сша на два года но нужно было возвращаться после этого в россии а каком годе речь идет ой год 2010 это еще до всего до всех событий до крыма еще с американцами мы дружили тогда вот и мы ездили в москву на эту олимпиаду я полуфинал прошел там даже было интервью с американцами они спрашивали зачем я им нужен да то есть какие мои доказательства как из фильма красная жара но английский был плохо тогда они не поняли человек говорил видимо не понравился ему ехал назад второй вариант был тоже work and travel потом была фишка что я уже работал как журналист в россии я не был студентом пришлось не поступать на второе выше и вот правда даже еще было тяжелее потому что я поехал на собеседование им не отказали в визе но не объяснили естественно в чем дело и это было очень грустно как бы я помню этот день вот отказ посольстве я пошел по макдональдс такой с горя там съесть гамбургер не помню что было что было за реклама но помню вот эта подпись что-то не унывай во второй раз получится вот буквально такое было сообщение то есть макдональдс вас как-то я после этого как-то сел это не реклама может даже это не макдональдс был просто реклама была внутри макдональдс наверное что что уж там было не знаю вот я решил ну ладно будь что будет второй раз попробую если уж второй раз откажет все успокоюсь там поеду не знаю куда-нибудь другую страну я извиняюсь а лет вам сколько было на тот момент в 2010 2010 было 25 до вот но молодой относительно был ну что 20 летнее я начал работать я как вот получается молодой профессионал был то есть я начал работу журналистом на тв три года работал потом но особо не осел не в новосибирске не было у меня то тоже таких отношений дружеских что вот не могла ставить друзей там подруг не было постойте постойте вот сразу вопрос по ходу вы работали журналистом но может быть вы не занимались политическими новостями может быть чем-то более таким простым но было как бы вот идеологическое такое давление или достаточно свободно быть журналистом можно да михаил было очень интересно то есть канал на котором я работал областной он содержался губернатором губернатором области на деньги бубернии да никто его не смотрел на тем не менее ничего плохого про губернатора не забыл сказать и за глаза студи его назвали папа я был очень удивлен осталось начало когда я попал эту ситуацию но вот такой папачей попуткакой попутковавпа этот губернатор который Крестный отец крышует Всем сделал предложение Которого нельзя было отказаться И во всех этих сферах Я экономику снимал и политику Но была единственная установка Все в области хорошо То есть сеять или сеять Комбайны убирают Техника новая поступает Зерна завались Молока не знаем куда девать И все отлично И то есть был такой мини советский союз Вот удивляетесь Но это же давно все началось У людей был внутренний конфликт У меня тоже обдушина была Вот в культуре Мы называли эти сюжеты бантики Они шли в конце выпуска Всегда что-то несерьезное Там типа молодой человек решил в стрингах Пробежаться по центру города на спор Вот такие вещи мы снимали А за границу показывали? За границу Ну это был областной канал Когда были командировки губернатора Он там в Малайзию куда-то На Филиппины летал В Италию Ну такие сюжеты Типа делимся опытом То есть американский империализм Вы не разоблачали там? Нет Вот такой волны знаете не было Очень удивительно Это все после Крыма началось И такое ощущение что это спало все в людях Внутри да Вот как на печке там 33 года лежал Иван Спало потом что-то Или пропаганда это все Илья его звали Илья Муромец Илья Муромец Да Видите Мы уже американизировались Илья Моисеевич Значит Хорошо Я что хочу сказать Что конечно По моим наблюдениям Это началось за пару лет до Крыма И когда приехал Приехал посол Вот Макфол Как его да Посол в американском Москве Вот он приехал И за то время Пока меняли послов Что-то такое произошло Это как раз было сразу После грузинских этих дел Вот эта перезагрузка И значит И он Одним из первых сообщений Начал значит требовать Чтобы что-то такое сделали Потому что Вот эта атмосфера Которая была В тот момент Когда он приехал Была совершенно невозможной Вот И ему сказали Да ты не суетись Это у них внутренние Там проблемы Это нас вообще не касается Это они просто Свои внутренние вопросы решают Что в принципе и правда И они так и продолжают Этим методом решать Но Хорошо Так вы все-таки Визу со второго захода Визу вы получили Я чувствую так Так Приехал легально Ну И куда приехали В Нью-Йорк сразу В общем продолжаем историю А приехал Да Я в Нью-Йорк Меня девушка встретила Нашли Ждала значит Все это время Да Мы были в контакте В подвешенном состоянии Были отношения Ну Очень сложно было Вроде как Мы расстались Но все эти мои усилия Они Тоже Видимо Впечатлили человека Но девушка Все-таки Она уже к этому времени Как-то легализовалась Или что там с ней было Да У нее все нормально было С документами То есть Она Все хорошо У нее было Работа была Было Какое-то ощущение Что прогресс Там она документы Делала как раз Очередная ступень У нее была Вот И Меня тоже сразу Определили В ресторан Русский Языка-то я не знал Толком Хоть и учил Ну как Сами знаете Там одно Здесь другое Ну и вот Я помню Первый рабочий день Я такой Стою Значит Более-менее Разбираюсь Ну в шоке Конечно Я с блокнота Все время ходил Записывал Все надо мной Ебались Что приехал Мальчик с блокнота Я записывал Где номера столов Какие Что куда принести Где какую ложку Чашечку взять Вот Я спрашиваю Девчонки А когда заканчиваем Сегодня Часов 8-9 Она такая Ага 8-9 В 4 В смысле 4 Сейчас уже 4 часа Она говорит 4 утра Я такой Ё-моё И короче Оказалось Что рабочий день Там чуть ли не 15 часов Приполз я тогда домой Упал просто Как пьяный Проспал День Они думали Что я уже не выйду Назад на работу Мы думали Что ты не вернешься Такое у тебя было лицо Ну я рад Что я выдержал Все это Осталось Там где-то на полгода Вот за эти полгода Я нашел языковую школу Но заработки нормальные Были там Ну да То есть я ничего не тратил Практически на еду Мы ели в ресторане И работал там Каждый день То есть шли накопления И эти накопления Я потратил на языковую школу Чтобы сменить визу На F1 Вот Потом был период Я работал там И учился И потом Школа необычная На самом деле Там Как-то вот Можно было устроиться Ассистентом Преподавателя Вот студенты Студента брали И бросали его Тоже в класс То есть вы подрабатывали Во время учебы Там сам На кемпусе Да И получилось Что я написал заявление Меня Получилось Поменять визу На H1 То есть Иммиграция Это такой набор Постойте То есть Вам сделали визу H1 Прямо вот в этой школе Да То есть Постойте А образование Какое у вас было Ну Получилось Что То есть Это не английский Не учитель английского Я Я журналист Но этот диплом Мне очень пригодился И С помощью Вот Начальства школы Я не знаю Через адвокатов Как-то Я видел этот Стейтмент Что Мое образование На самом деле Оно Как-то Считается В этом Постойте Сразу Чтобы уже Как-то Видеть Какой-то Концет Конце Тонали Вы Прямо Через Это В итоге Green Карту Получили Или Что-то Другое Произошло Нет Михаил Я Еще Далеко Не до Green Карты Я На H1 До сих Пор Так Но Они делают Ваши Green Карты Это Очень Долгий Процесс Это Занимает Годы Я Подался Очень сложно С этим делом Через работу Это Самый Долгий Пульс Сейчас Говорят Но Вы Продолжаете Работать В этом же Месте Да Чтобы Оставаться Легально Чтобы Работать Легально Я Должен Быть Там А Вот Такой Вопрос Вот Вы Поехали За Девушкой Вы Знали Наверняка Что Колоссальное Количество Людей Которые Так Едут Они Либо Там Замуж Выскакивают Либо На политику Подают Вы Из каких То Соображений Я понял Что Вы Отвергли Политику Потому Вы Пошли На Студенческую Визу Что Гораздо Более Хлопотно И Платить Надо И Все Такое Но Почему Вы Сказали Я На Политику Не Иду Да Я Думал Об Этому Ну Как Политика Да Ты Назад Не Можешь Вернуться А Тогда Еще Не Было Такого Что Вот Этот Весь Крымский Вопрос Да Были Надежды На Медведева Что Ну Россия Будет Такой Modern Да State То есть Что Вы Серьезно Что Будет Интегрировано Как То У кого Было Что Так Я Был На А Это У вас Лично Не На Западе Окей Это У вас Трочно Были Понятно Хорошо Не Ну Знаете Михаил Серьезно При Медведеве И При Путин Атмосфера Мне кажется Все равно Разная Была Я Уезжал Был Медведев Президент И Хоть Было Понятно Что Там Все Это Кукловодство Это Что Рука Путина В одном Месте Медведева Но Тем Не Менее Были Какие Иллюзии У Людей А Сейчас Климат Поменялся Радикально И Конечно Никто Не Мог Подумать Что Такое Произойдет Вот И Политика Что Я Гей Да Вот Мне Сделал Через Что Я Голубой Но На самом Деле Не Хотелось Мне Вот Все Это На Всю Жизнь Как Когда Это Всплывет А Может Я Не Прав Но Да Я Не Стал Делать Пошел Самым Сложным Путем Ну Хорошо Значит То Вы Уже В Америке С Десятого Года Или С Одиннадцатого Где то Так Юбилей Был А Вот В июле 14 Июля Пять лет Да Ну Хорошо Так Вот Ваше Движение В сторону Блога Это Фактически Просто Какая-то Такая Журналистская Реинкарнация Вот Я вижу У вас Там Экранчик Зеленый Вы Там Фокусы Добавляете За спиной Себя Да Там Балавство Всякое Да Я Надо сказать Тоже Заказал Вообще Отдушина Да Отдушина Я То Там Из Лондона Что-нибудь Расскажу То Там Может С Красной Площади Пусть Народ Думает Там Ну В общем В этом Есть Конечно Элемент Прикола Так Вы Просто Как бы Духаритесь Или У вас Какая-то Социальная Функция Или Вы Какой-то Несете Такой Месседж Чтобы Люди Поняли Чего-то Что Они Не Очень Поняли Или Вот Как Вы Это Объясните У У меня Переводил Газеты Мне Было Интересно Как Это Все Работает Журналистика Здесь Были Очень Длинные Долгие Видео Как Вот Слово Заслово Если Перевести Что Получается Потом У меня Да Был Такой Вам Идет Да Это Одно Из Последних Приобретений Мне Очень Рассажиров Вы Собираете Да У меня У меня Тут Почти Ничего Не Осталось Я Купил Рэк Целый И У меня Там Стоит В Коридоре Невозможно Было Все Это Превращалось Последние Мне Тебетейку Татарскую Подарили Я Вижу Да Там С рогами Обалденно Сколько У вас Ой Что Вы Десятка Два Много Я Некоторые Отдал От Греха Подальше Черноморский Флот У меня Было Интересно Без Козырков Отдал Оле Брукман Отдал Она Немножко Мне маловато Была Она Блондиночка Черная Черноморский Флот Ей очень Шло С ленточками Женщины Любят Так Так Что А потом Я стал Делать Видео Как Живется Иммигранту И Была У меня Мысль Рассказать Что Не едим Мы Детей В Америке Что Здесь На самом Деле Очень Хорошие Бытовые Условия И Ну Как Там Про Колбасу Говорят Что Доступно Все Был Такой Этап Еще Я работал Здесь На русском Телевидении Если Знаете Канал RTVI Да Конечно Это русский Канал В Нью-Йорке И вот Я туда Пошел Постучался В дверь Говорю Вот Я Мальчик Семен Такой Работал Журналист Вот Мои Сюжеты Приняли Меня Туда Тоже Я Где-то Полгода Там Отработал Было Интересно Тоже Эти Бантики Всякие Делал Сюжеты Такие Развлекал Но Тоже Вот Бытовой Вопрос Всплыл Что Не Могут Они Мне Платить Легально И Я Получилось Бесплатно Работал Это Все Время И Устал То есть У меня Была Школа Русское Телевидение В Америке Оно Все Такие Очень Такое Как бы Сказать Не Хочется Сказать Местечковое Ну Такое Домашнее Домашнее Вот Я Был Очень Удивлен Потому Что У нас Где У вас Там Из Губернаторских Фондов А Здесь Где Взять И Они Получают Очень Мало И Все Это Такое А Знаете Канал В Там Был Какой Русский Хозяин Какой W M N B W W W M N B Это Тоже Тоже Канал Он Когда Был Единственным Спутниковым Каналом Русским Вот Мы В то Время Частенько Появлялись Дмитрий Полетаев Там Работал Не знаю Где он Сейчас Если Вы Знаете Дмитрий Полетаев Ну Что-то Где-то Промелькал Я Не Помню Такое Он На Московском Телевидении Работал В СССР Еще Ну Так А Ну Это Да Я Не Образован Не Застали Дальше Девяностых Уже Не Знаю Ну Хорошо Так Нам Преподавали Так Подождите Все Так Вы Начали Про Блог И Про Тематику И Про Эмигрантскую Жизнь Вот У вас Самые Популярные Сюжеты Какие Ну Самые Популярные Я Еще Преподаю Язык Как Б Делаю Шутливые Видео У меня Такой Эмористический Ключ Как Выучить Английский И Самый Популярный Ролик Это Как Сказать Привет По Английски Не Облажаться То Есть У Много Способов Много Способов Вы Показываете Много Способов Да Нет Три Но У меня Акцент Был На Произношении Как Правильно Сказать То Как Убрать Наша Раскатистая Р Русско Ну Давайте Как Надо Убрать Ну Как Вот Есть Наши Как Говорю Ой Ховорю Это Вот Я Слышу Кошмар Как Так Ну Правильно Как Сказать How Are You То Р Оно Не Вибрирует И Звук Р Р Р Из Губ Р Да И How Are You So R Саунд Not Р Да Ну Вы Парсионал Сколько Лет В Америке Я Не Пользуюсь Но Могу Знаете У Нас Тут Девушка Одна Была Творческая Такая Я Не Рассчитал Вот Эта Творческая Компоненты Из Киева Я И Говорю Вот Повторяй За мной Украинско Американское Выражение Значит Та Nevermind Та Просто Повторить Но Она Творческая И Она Говорит Та Nevermind Усе Буду Окей Знаешь И тут Уже Это Окей Меня Очень Так Окей Усе Буду Окей Я Даже Свою Сочинил Американско Украинскую Значит Оцедил Оцедил Ну да Ну по-украински Вы сказали Что Оцедил А смешанно Так Оцедил Хотя Может быть Это одно И то же Может быть Тот же Корень Я даже Не Удивлюсь Если Это Как-то Куда-то Уходит К тому же Корню Это Как Есть Спэнглиш То есть Они Миксуют Испанский Английский Есть Русклиш То есть Дети Русских Иммигрантов Здесь Они У них Английский Лучше Гораз Чем Русский Они Вообще Не Понимают Зачем Русский Учит То есть Им Родители На русском Дети Отвечают На английском Тут Абсолютно Любые Комбинации Русского С английским Встречаются Начиная От Очень Хорошего Русского И Кончая Полным Отсутствием Русского Да И Колбасу Мне Послайся Пожалуйста Это Популярно Ну Да Какие Духи Ты Сегодня Носишь Я В ресторане Был Мне Один Тоже Сто Лет Провел Здесь Мужик Говорит Тот Стол Не Имеет Салфетки Вот Я Запомнил Тот Стол Не Имеет Салфетки То есть Он Думает Уже По Английски И Слова По Фразу Идут Неправильно Идут Уже Согласно Английски Я К этому Привык Русскому Языка Когда Я был Маленький У меня Бабушка Выросла Ну Не то Что В местечке Но В таком Месте Где Родным Языком У людей Был Итиш Это было В Кременчуге И Такой был Еврейский Город Там Табачные Фабрики Там Одни Евреи Работали Вот она Там Выросла И Она Уже Русский Потом Учила И Все остальные Языки Она Была Преподателем Немецкого Но Иногда Она Когда Говорила Я Понимал Что Она Переводит То есть Как-то Мы Шли И Она Встретила Бывшую Выпускницу Там Вечерней Школе Немецкий Преподавала И Та Стояла С ларечком На улице Там Галантерею Какую-то Продавала И Бабушка Ей Говорит Ну По Старой Купеческой Закалки Она Говорит То Что Вы Тут Торгуете Это Вы Имеете Какой-то Интерес Или Вы Просто На Зарплате Она Говорит Но У нас Есть Прогрессив Если Мы План Бизнес Я Дам Торговать И Смотрел И Смотрел И Там Ничего Такого Не Было Ну Дайте Мне Две Коробки Спичек Интерес Я Читал Об этом Язык На самом Деле Формирует Реальность И Мне Кажется Что Если Думать По Английски Говорить По Английски Как-то Мир Позитивнее Не Знаю Как-то Мы Можем Изменить Мир Как-то Так А Депрессивно Это Все Достоевский Знаете Культура И Нас Как-то Другой Мир Когда Думаешь Я Думал На Эту Тему И Я Хочу Сказать Что Вообще У меня Нет Ответа На Это На Все Но Я Хочу Сказать Что Например Если Сможешь На Английские Песни Народные Они Мажорные Исполняют Я На гитарке Играю Я Вижу Что Аккорды Мажор Идет А Допустим На русском Музыке Они Минорные Больше Или На Все Печальные Песни Чёрный Горрин Так Получается Или Допустим Вот Даже Украинские Песни И Русские Они Очень Отличаются По Мелодичности На Певу Поэтому Как Это Влияет На Ментальность Я Не Знаю Я Думаю Что Кроме Этого Еще Много Других Факторов Я в депрессии Оказываюсь Я очень Любил Аккоджаву В школьные Годы Студенческие Мы все Пели Аккоджаву Но Говорит Если Ворон Выше Нет Дело Стало Быть К войне Если Дать Ему Кружить Если Дать Ему Кружить Значит Всем На фронт Идить Вот У меня И Жуткое Дело А Вы Не Застали А Вот В 60-е Годы Была Передача Она называлась Утренняя Зорька Или что Пионерская Зорька Пионерская Зорька И Пионерская Зорька В 60-е Начиналась С песни Она выходила Была песня О Куджавы Но Музыку Явно Кто-то Поменял И Значит Там Встань Пораньше Встань Пораньше Встань Пораньше Только Утро Замаячит У ворот Ты Увидишь Ты Услышишь Как Веселый Барграбанчик С Барабанщик С Барабаном Вдоль По Улице Идет И Уже Плакать Хочется Вот Я Может Там Нагнетаю Немножко Ну В общем Да Разница Была Очень Существенная Такая Оптимистичная Жизнь Радостная Вообще Вот Юмор Мне Интересен Сам Вопрос Юмора И Очень Мне нравится Верченко Я Зодченко Стал Не так То уж Много У нас Юмористов Знаете Все Серьезное Все Про Войну Про Проблемы Там Про Ну Полную Задницу А вот С юмором Очень Сложно Было Расти Да Это Тоже Знаете Что Поскольку Юмор Был Идеологизирован То Как бы Нельзя 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 Было Там На Партию Найзжать Там Еще Что Нельзя Было И Поэтому Там Толком Например Пошутить Там О Женщинах Берет 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 Чем То Таком Ну Вот Это 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 Был Подпольный Юмор Так На Экране Нельзя Был Об Этого Пошутить Поэтому То О Чем Сейчас Шутит Весь Комеди Клаб Там Или Что То Практически Ничего Из Этого Невозможно Было Тогда То есть Нельзя Было Политически Шутить И Нельзя Было Там Пошленького Или Вот Сейчас Выходит Там Я Не знаю Мне Ужасно Не нравится Я считаю Безвкусица Чудовищная Там Выходит Двое Там Типа Они Разговоры Русских Эмигрантов Изображают Да Вот Они Там Выходят И Там Как Там Дела Коверканные Английские Смесь Русского С английским Причем Так Не говорят У нас Здесь Это Просто Они Под свою Публику Дебилизируют Это Все Как дела Пенисова Пенисова Это Камеди Клаб Дай Бог Здоровья Но Такой Уровень Пошлятины Беспардонный Что Уже Просто Я Даже Не знаю В советское Время Просто Не было Пошлости То есть Там Много Чего Вырезалось Еще Кроме Пошлости Но Пошлость В таком Концентрированном И Неприкрытом Виде Это Было Невозможно Все Таки Какой-то Стандарт Они Поддерживали Ну Знаете Что Интересно Я Пересматривал Городок 90-е Года Столько Энергии Бедные Да Вот У них Денег Нет Делали Это Все Шов Коленки Но Тоже Не Пошлости Ничего Прикольно Городок Был Шикарный Столько Души Столько Работы Я Сейчас Смотрю Эти Эффекты В 93-м Году Они Делали Господи Боже На Чем Откуда Я Просто Не могу Представить Сколько Работы Было Сделано И Пошлости Там Ноль Они Очень Интересно Сделали Программу Это Вот Сейчас Дозволенность Можете Из-за Этого Ну Черт Его Знаем КВН Тоже Он Сейчас Вообще Идеологически Стал Путин Им Дал Здание Да Они Все Про Обаму Начали Дружно Шутить Уже Давно Там Все Эти Как Говорят Политический Фронт В общем На Всех Даже Comedy Club Они По Американцам Я Так Давно Не Смотрел КВН Что Не Включи Давно Не Смотрели КВН Очень Давно Очень Давно Но Я Пытался Там Но Дело В том Что Когда Я Пытался Может Быть Лет Десять Двенадцать Назад Пятнадцать Это Уже Было Невозможно Смотреть Потому Что Юмор Был Настолько Сиюминутным Привязанным К Каким То Политическим Событиям Которые Там Я Не То Что Совсем Не Понимаю Но Мне Настолько Пофигу Что Это Настолько Не Смешно Я Даже Не Знаю Такое Ощущение Что Специально Отучили Шутить Что Ли Как То Какой То Юмор Не Не Смешной Не Знаю Ужасно Мы С вами Скатываем Что Все Плохо Как Всегда Не То Что Плохо Как Всегда Почему Есть Хорошее Но Просто Вот Как Б Сказать Телевидение Поскольку Оно Находит Оно Контролируется Это Инструмент Идеологии Пропаганды И так Утонченного Она Очень Массового И Вот Соответственно Возникают Вот Такие Как Задорнов Юморист Оказывается Или Какой Леонтьев Вот Эти Это Для Широкого Зрителя Для Очень Широкого Зрителя Ну Вот Органт Говорят Молодец Что Пытается Делать На Первом Канале Во Первых Весь Жанр Вечернего Ток Шоу Это Запада И Нет Нет Проскочит Какая Острая Шутка Вроде Так Он Пытается Что Там Социальное Ставить Ну Я Не Слышал Никогда Чтобы Он Что Такое Сказал Чтобы Не Резанул Слух Вот Допустим То есть У меня У меня Негатива Никогда На него Не Был Да Да Он Не Выказывает Свою Оппозиционность Но Хотя Бо Человеческое Лицо Даже Когда Вот Он С Познером Катался По Соединенным Штатам Вот В этой Одноэтажной Америке И При Тем Что Познер Как бы Очень Явно Отрабатывал Заказ Это Было Заметно Особенно Во второй Половине Просто Кошмар Вот То Ваня Все Так Не Лез В Это Дело И Он Просто Хохмел Прикалывался Там Как То Клоунады Всякие Но Но Без Этого То 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 Есть Как 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 Это Граница Не Пересекает Молодец Ну Хорошо Значит А Сколько У вас Подписчиков На Канале Ой Да Меня Никто Не Знает На Сам Деле Михаил Вот Началось Такое Подписывание На Меня С Лены Из Сан-Диего Помните Я написал Что через Ее Решился К вам Попасть На Интервью Она Зашла И Говорит Я Все Видео Ваши Посмотрел Я Удивлена Что Никто Не Смотрит Вас Я Говорю Ну А Что Поделать Я Тоже Удивлю Сколько Вас Сейчас Смотрит Сейчас Я Сегодня Проверял 133 Всего Всего Я Не Ожидал Мне Несколько Человек На Вас Ссылки Давали Несколько Не Один Да Но Я Сказал Ребята Давайте Советуйте Кого-то И Было Несколько Человек Ну Это Было Не Так Вот Вот Там Один Человек Они Обычно Такой Список Дают И Вы Были В Нескольких Списках Я Пошел Посмотрел И Я Вижу Такое Как Качественное Изображение И Так Вроде С Прикольчиком То есть У меня На самом деле Нет Время Так Сильно Там Все Смотреть Я Так Не Могу Но Но Я Представление Могу Очень Быстро Составить Такое Я Смотрю Я Просто Не Обратил Внимание Сколько Там Подписчиков Мне Казалось Что Должны Быть Изрядно Ну А С Качественное Зрелище Я Сказал Что Качественное Вот Люди Которые Хотят Чего Такого Легкого Не Ну Как Сказать Ну Для Настроения Там Туда Сюда Шикарно Я Считаю Что Очень Здорово Так Спасибо Вам Большое Если Вы Видео Повесили Допустим Вы Сегодня Повесили Видео Через Неделю Сколько Народу Посмотрит Ну Смотрите Обычно 30 Где-то 50 У Меня Был Проект С Дашей Карелиной Это Украинская Модель Фитнес С ней Сняли Интервью Как она Попала Сюда На нее Много Было Там Где-то 100 Было 150 Она Со Своего Инстаграма Людей Послала Ко мне Там Было Прилично Ну Был Интересный Опыт Но Он Такой Одноразовый А Вот Так Чтобы Люди Толпой Шли После Нашего Может Общения Ну Да Во всяком Случае Конечно Есть Еще Такой Момент Как Видео Надо Назвать Правильно И Файл Который Вы Сохраняете Тоже Надо Назвать Надо Сказать Себе Какие Мои Ключевые Слова И У Меня Есть Несколько Тем Может Быть 5-6 Иммиграция В США Работа В США Жизнь В США Что Еще Есть Ну Дальше Мои Бренд Бренд Михаил Портнов Или Силикон Вал И Войс То Я Тоже Читал Информацию Прорабатывал Интересно Но Никогда Не знаю Что Выстроить Что Нет Наверное У меня Была Мысль Что Я Слишком Широко Это Все Беру У Людей Канал Либо Об Иммиграции Либо Уроки Английского Либо Блог Я Все Вместе Все У меня Тоже Все Вместе Два Десятка Тем У меня Поэтому Мало Народ Смотрит Каждое Видео Учебные Там Есть А Что Делать Но Если Все Столько Интересного Вокруг Конечно Я Не думаю Что Нужно Ограничивать И Делать Нужно Опенхауз Не Снимаете Это Хорошая Тема Опенхауз Квартиру Продают Или Дом Продают Пришли С камерой Сняли Дом Дом Стоит 3 Миллиона Что Можно В Нью-Йорке Купить За 3 Миллиона Или Квартирка На Манхэттене Не на что Ну Где А может Наоборот За 200 тысяч Можно Что-нибудь Нормальное Взять Ну Не говорите Что В черном Районе Мы Снимали Для Телевидения Пинхауз За 15 Миллионов Долларов С видом На Центровый Парк Ну Вид Офигенный Конечно Смотришь Вот Лес Под Ногами Высота 115 Какой-то Этаж Сумасшедший Голые Стены Ничего Нет Ничего Нет Только Кухня Холодильник И все И это Стоит 15 Миллионов Долларов Бедром Это Сколько Ну Большая Была Да Площадь Большая Здоровая Как Дом Но Скучновато Этот Вид Мне Кажется Он Через Неделю Через Месяц Это Не На Последние Люди Берут Кроме Того Его Можно Сдавать Понедельно Допустим Тысяча Баксов По минутам Ну Есть Желающие На самом деле Конечно Бывают времена Когда Богатые Плачут Но Когда Богатые Хихикают То Хорошо Хорошо Все идет Товары Такие Для Богатых Говорят Много Русских Скупает Элитную Недвижимость Не знаю Как Часно До События Рыбников Что ли Фамильная Была Купил Пентхаус Для Дочки Много Иностранных Денег Ну Я думаю Что На цены В Нью-Йорке Трудно Повлиять Российским Капиталом Большой Город Может быть В Лондоне Хотя Лондон Тоже Большой Но Присутствие Да Присутствие Есть И тут И там Другой Стороны Когда Люди Очень Богатые Их Не Видно Их На Улице Нет И Даже На Машине Как То Ты Не Видишь Когда Он Проезжает Они Такие Совсем Богатые Скрытые Но Вы Водите Автомобильчик Или Как Вы Вот На Права Я Сдал Но Я Каждый День На Метро Манхэттене Все Говорят Нью-Йорк Самый Полчаса 29.99 Пластакс За полчаса Полчаса Да Это еще Early bird special Я не знаю Как это можно Позволить И все эти Тикеты И Газ Ну Он вроде как Дешевеет Я не знаю 3.99 Что ли Сейчас Бензин Да Много Это Или Мало Это Довольно Дорого То есть Могло Быть И Меньше То есть У вас У нас Еще Не так Плохо Оказывается Где-то Все Жалую Что Кофе За 5 Долларов Это Нормально Рент За 15 Сотен Но 1500 Это Уже Как бы Минимальный Особенно Если Вот У меня Есть Знакомая Студентка Она Из Швеции Модель Она За 4.000 Снимает Апартмент С Румейткой Правда Тоже Моделью С Видом На Торговый Центр На Новый И Интересно Конечно У нее Приходит Домработница Убирать Она Не готовит Каждый День По ресторану У людей Совсем Другой Образ Жизни Бывает То есть Парки Модели Неплохо Зарабатывают Конечно Она Кстати Русская По Отцу Ее Зовут Тамара И Фамилия Тоже Такая Русская Но Отец Уехал Швецию Забыл Корни Все Махнул Рукой И Дочка Говорит Ну Она Немножко По-русски Говорит И По-шведски И По-английски Ну Симпатичная Еще Да Ну То есть Она Классическая Такая Шведка Не скажешь Что русская Такая Белокурая Высокая Ну Видно Что Модель Как Да Еще Одного Мужчину Интересно Практор В 60-х Тоже Уехал В Америку У него Двое Детей И Что Интересно Они По-русски Не Говорят Я Говорю Как Так Говорит Ну Вот Я Женился На Американке Здесь И Не Хочу Знают Русский Что им Делать В России И Они Знают Четыре Языка Один Из них Там Китайский Испанский Французский И английский Но Дома Я с ними Вы знаете Забывается То Что у меня Отец Например Он До 14-ти лет До 15-ти Вообще Не говорил На русском Он говорил На идиш Потом Его Дедушка Послал В ФЗУ Учиться В Одессу И он Там Начал Немножко По-русски Говорить Ну Потом Уже Он Работал Потом Война Началась Но Он Всю жизнь Говорил С таким Акцентом Ощутим И Вот Уже Здесь Вот Тут В Средневных Штатах Ему Уже Было Ну Наверное Под 90 То Есть С тех Времен Когда Он Говорил Практически Только Наедешь С тех Времен Прошло Ну Скажем Там Я Не Знаю 70 Лет Около 70 И Мы Попали Ну Он Попал В госпиталь И Приходит Врач А я С ним Перевожу Приходит Врач Такой Какой То Тоже Очень Пожилой Такой Еврей И Смотрит На Папу И Что Ты Говорит На Идиш Причем Даже Я Понимаю Не В силу Что Знаю Идиш Но В силу Что Немецкий Изучал Я В общем Понимаю Разговор И И Отец Укивает И Улыбается И Сказать Ему Он Понимает А Сказать Не Может Это 20 лет Это Было В родной Язык Поэтому Забывается И Я вижу Что Он Понимает Ему Приятно И Он Улыбается И Сказать Не Может Так Что Любой Скил Любое Умение Если Не Практиковать Это Отмирают Это Как Говорят Закон Эволюции Закон Жизни Как В невесомости Космонавты Они Тренируются С весами Потому Что Потыкают Ходить Так И Любой А то Получится Как Сильвей Муромцем Лежал Лежал Все Атрофировалось И Дух Из тела Вышел И Пошел Подвиги Совершать Пошел Путешествовать Ну Вот И Я Тоже У меня Был Период Интересно Как Психология Человека Меняется В Эмиграции Был Период Тоже Полного Отрицания Всего Российского Я Английский Английский Все Я Американец Потом У меня Пошел Период Русская Березка Где же Ты Я Хотел Вернуться Все Это Русские Фильмы Я Слушал Русскую Папсу Которую В жизни Не Слушал В России Но Сейчас Как-то Сбалансировалось Я Не хочу Забывать Русский И Не Хочу Забывать Английский Вы Не Забудете Что 30 лет Как же Забудете Слушайте Линия Ну да Я Хочу Быть Максимально Корректен Потому Что Уже Не Те Отношения Скажем Так Ничего Не Вышло В романтическом Плане Что И следовал Ожидать Но На тот Момент У меня Была Такая Цель Я Благодаря Этому Приехал Я Дальше Ничего Не Видел Год Я Только Был На этом Сфокусирован Чтобы Вернуть Человек Я Благодарен Потому Что Без Этого Я Вообще Не Представлял Как Я В Америку Могу Поехать То Есть Для Меня Америка Это Было Что Для Богатых Людей Никогда В Жизни Откуда Деньги Вот А Получилось Вот Так Как Получилось И Очень Было Тяжело Конечно Все Переживать Пару лет Заняло Я Хочу Скаж К Девушкам Хочу Обратиться Девушки Я Говорю Вы Смотрите Что Вы С Нами Делаете И Вы В Ответе За Тех Кого Приручаете И Что С Ними Дальше Будет Потому Что Хвостом Покрутило Так Это Глазки Сделало И Вроде Б Ни Причем А Человек Вообще Без Родины Остался На Этой Почве Не Будем Никого Винить Я Утрирую Каждый Поворят Своей Судьбы И Ни Отхода Добро Давайте Мы Вот Что Сделаем Вы Мне В Скайпе Сбросьте Ссылочку На Ваш Блог Чтоб Я Не И И Я Когда Видео Буду Вывешивать Может Пару Часов Займет Тогда Мы И Ссылочку Отдадим Я Буду Я Очень Люблю Следить За Тем Как Счетчик Движется Ага Как Она И Бывает Бывает Очень Так Существенно Может И На 500 Единиц Где-то Подняться Где-то На Пару Сотен Но Все Равно Приятно Все Равно Кто-то Увидел Кто-то Узнал Кто-то Сказал Вот Оно И В общем Так И Пошло Конечно Когда Делаешь Что-то Хочется Чтобы Аудитория Была Правда Для Людей Желаешь Не Для Себя Ладно Спасибо Михаил Вам Огромное Очень Благодарю Вам За Такую Возможность Поговорить Вы Безумно Интересный Человек И Надеюсь Да Мы Еще Как Не Сомневайтесь Я Вам Расскажу Случай Мы Были В Нью-Йорке Только Приехали Первые Несколько Дней Они Потеряли Наши Документы Эти Службы И Мы Не И Сэнксгивинг Знаете И Не До Нас Ну И Мы Так Ходим Там В общем Взял Знакомый К нам Подъехал Там Взял Нас К себе Домой А по Дороге Зайхал На Брайтон В русский Магазин Большой Ну И Мы Там Ходим По этому Русскому Магазину И Там Прилавки Советские Такие Стеклянные Смотрим Там Все Такое Вкусно И Жена Мне Что Такое Я Не Помню Там Конкретный Разговор Вот Что Я Говорю Вот Это Наверное Очень Вкусно Жена Говорит Это Наверное Вредно Очень Все Вот И Там Женщина Говорит С Таким Характерным Одесским Таким Ховорком Она Говорит Что Вы Себе Думаете Это Надо Это Вкусно Это Надо Кушать Пока Молодые Она Еще Будет Думать Полезно Неполезно Я Говорю Женщина Я Говорю Как Грустно Говорю Что Мы С вами Вот Тут Столкнулись И Все И Некому Больше Вот Ей Напоминать Об Этому Она Говорит Что Себе Думаете Мы С И Я Думаю Что Мы В Какой Момент Начнем По Второму Кругу Гонять Тем Более У Вас Еще Впереди Много Событий Интересных Там И Как Б Принятие Буржуинства В Какой Момент Может Вы Еще Девушку Встретите Хорошую То Я Уже Встретил А А То Я Хотел сказать Девушке Ну Встретил Ладно Тогда Не будем Сердце Занято Все Тогда Говорим Всем Пока До Свидания Спасибо Вам До Новых Встреч В Эфире Спасибо